Товарищеский футбольный матч по мини-футболу – соревнование традиционное. Здесь собираются правоохранители, которые успевают не только профессионально справляться со своими непосредственными обязанностями, но и тренироваться, заниматься спортом на довольно высоком уровне. Цель нашего спортивного мероприятия – это, конечно же, популяризация здорового образа жизни и сплочение наших коллективов. Это уже 23-й международный традиционный турнир по футболу. В этом году на наше приглашение поучаствовать в нашем турнире откликнулась команда управления на транспорте МВД Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Спорт – это всплеск эмоций, это независимо от результатов для нас, дружба народов, поскольку игра – это просто повод для того, что лишний раз встретиться и поделиться с опытом. Неформальное общение дает возможность поделиться опытом, узнать по аналогичным проблемам, как наши коллеги реагируют у себя. И этот опыт помогает общению решать проблемы в текущей жизни. Да, сразу видно, борьба за награды действительно напряженная, ведь участники выкладываются по полной. Каждый пас в передаче – это целая комбинация, отработанная в каждой команде, под руководством грамотных наставников, тренеров и, конечно же, капитана. Мы всегда за спорт, мы готовы к новым спортивным свершениям, естественно, за здоровый образ жизни, поэтому для нас спортивные результаты тоже очень много значат. Все спортсмены, в принципе, по духу своего всегда стремятся к победе. Конечно, хотелось бы, чтобы обошлось без травм и каких-то таких неприятных моментов, но соревновательные моменты, я думаю, здесь присутствуют. Играть с любым соперником непросто, особенно ребята тоже были настроены победить, играли до конца, боролись за каждый мяч, было очень тяжело, нам где-то чуть-чуть больше повезло, мы тоже старались. Регламент короткого однодневного турнира был довольно прост. Матчи прошли в немного усеченном формате, два тайма по 12 минут, чтобы не растягивать игровую программу и придать поединкам больше динамики. Но вот финал вышел куда зрелищнее. Команду ВД Бреста, имея несколько зрелищных голевых, открыла счет. Но не тут-то было. Гости из России показали свой боевой характер, что соперники были вынуждены рисковать и идти вперед большими силами, играя с пустыми воротами. Россияне этим воспользовались, грамотно отыграв, российская команда стала победителем турнира. Хочется отметить профессионализм, самоотдачу игроков, уровень, мастерство, самоотдача выросла. Каждый приезжает, знает, чего он хочет добиться на этом турнире и показать себя. Я не могу оценивать их физическое состояние и их подготовку. Я просто говорю о том, в общем, как они выглядят здесь из года в год. Они растут. Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.